Анастасия Федорина Воспахиваемых средневековых поселениях Ключи, кресты, серпы и косы, детали конской упряжи или браслеты А мы часто читаем комментарии, где пишут Вот есть нехорошие черные копатели, они грабят архивические памятники, мы их не любим А есть любители невинного хобби, ходят по полям, собирают монетки Но кому от этого плохо? Плохо всем Сегодня уже, и сейчас попытаемся разобраться, почему Максим сегодня уже произнес очень важное слово, контекст Это та цельность, которая разрушается, если мы что-то вынимаем Из слоя памятников, слоя поселений и могильников Давайте перед началом форума мы с организаторами решили, что будет уместно провести такой вот опрос Чтобы понять, какие такие высказывания, аргументы, эмоциональные в первую очередь утверждения Популярны среди любителей металлопоиска и тех, кто не понимает, почему это плохо Но с эмоциональными высказываниями довольно сложно спорить Ну, эмоции, а не на той эмоции Попытаемся перевести часть этих высказываний, наиболее популярных высказываний В вопросы, на которые можно ответить и которые помогут нам разобраться, в чем же, собственно Почему археологи так недовольны, не только археологи, а вообще ученые И историки, и этнографы этим процессом И один из первых вопросов, самый популярный Я копаю перепаханные поля, старые заброшки, которые для археологов бесполезны Я бы перевела это утверждение в вопрос Следующим образом Всегда ли эти древности, которые нам хочется изучить Спрятанные и глубоко зарытые, где вообще их искать? В полях, не в полях? Вот перед вами несколько видов Суздальского поля Сегодня мы в основном будем, да, из Древнего Египта мы перемещаемся в русское Средневековье Просто потому, что мне оно любо, дорого И мне проще про него рассказывать, мне проще показывать детальные результаты И наблюдение, основываясь на материалах собственных работ Перед нами ландшафты, поля, поля Те самые поля, которые вроде бы всем нужны И в которых вроде бы ничего нет Хотя какие-то вот тут на некоторых нижних слайдах стоят палатки Даже раскоп виден, значит, наверное, все-таки там что-то есть Давайте посмотрим, где же здесь памятники Вот тут вот светлыми контурами и стрелочками показаны те поселения И могильники, которые зафиксированы в Суздальской мополье На вот этих вот сельскохозяйственных территориях, полях На это, в общем, наверное, можно было бы поставить точку Потому что хорошо видно, что памятники в полях Да, если мы ходим по полям и что-то оттуда вынимаем То вынимаем мы из культурного слоя эти предметы Из культурного слоя разных объектов Как поселенческих, так и погребальных Но наука, анархеология, это наука И довольно точная наука, хотя иногда есть сомнения И она точна именно тем, что мы можем проверить что-то, пересчитать, просчитать Вернуться к результатам Поэтому давайте посмотрим все-таки, сколько же памятников, например, в Аполье и в полях Вот на этой карте здесь представлено почти 400 поселений Открытых и исследованных в той или иной мере За начало XXI века, начиная с 2001 года по 2018 И хорошо видно, что львиная доля этих памятников В 287 поселений находятся в полях Еще 84 на территории современных населенных пунктов Это в основном села, которые возникли в Средневековье И до сих пор продолжают существовать На заброшенных участках либо это какие-то урочища Либо могут быть карьеры, какие-то строительные объекты Минимальное количество И в лесу тоже мало, но это просто своеобразие Аполье У нас везде поля, лесов мало, поэтому и памятников к них мало Следующий важный аргумент, такой любимый Но я же только в верхний слой, мой металлодетектор глубоко не берет В чем проблема? Все самое ценное сократится глубже Давайте посмотрим, где же лежит это самое ценное Где залегают те находки, которые нам рассказывают о жизни наших предков Напомню, что средневековая Русь И на самом деле не только Русь, но и большая часть, например, Европы Это не столько каменная архитектура, сколько деревянная И этот деревянный каркас, если он сохраняется, то мы получаем ситуацию, как в Новгороде или в Старой Руси Многометровый культурный слой, где все более-менее по порядку разложено Но таковы условия грунтов новгородских Таково их счастье, новгородских археологов Дерево у них сохраняется хорошо, потому что слой мокрый На большинстве участков Руси и не только Слой сухой, а значит дерево не сохраняется Этот деревянный каркас отсутствует Слой спрессовывается А к тому же, например, в условиях Аполли Но в самом деле не только в условиях Аполли Везде, где до сих пор сажают хлеба и не только хлеба Картошку, кукурузу, виноградники Слой перемешивается То есть у нас отсутствует деревянный каркас, который помогает сохраняться мощности, глубине, толщине этого слоя И к тому же происходит постоянное перемешивание этой поверхности В результате мы на, вот здесь видно хорошо, с 9-го, есть два культурных слоя, которые смешались с 9-й, 10-й век и 12-й, 14-й Пол с тысячелетия у нас превращаются в 40 сантиметров культурного слоя И если посмотреть на левой части слайда, хорошо видно статистику, я специально посчитала статистику, где находятся предметы при раскопках И вот если 4 памятника раскапывались при помощи современных методов, включая промывку То вот Гнездилова 2 копалась в 20-м веке без сверхтонких технологий Хорошо видно, что все равно больше 50% предметов находятся именно в этом перепахиваемом культурном слое В тех самых, вроде бы, неглубоких сантиметрах, которые как бы, что с ними может произойти, мы же тут вот вроде как почти у поверхности Что же останется, если из этого самого верхнего культурного слоя мы уберем все металлические находки Потому что понятно, что в первую очередь любители металлопоиска на то и любители металлопоиска, что они собирают предметы при помощи металлоискателя Ну и вот красивые, например, шиферные пряслицы, вот они такие красивые, обычно розовые, вишневые, их легко находить Красивые гладкие предметы, они тоже легко собираются с полей Что останется нам, причем хорошо видно, опять же, вот в левой части слайда я специально посчитала Сколько металлических предметов доходит до нас, до современности в условиях, когда не сохраняется органика То есть деревянные и кожаные предметы, и плохо сохраняется кость Вы видите, что это львиная доля находок Что же произойдет, если, например, из одного раскопа мы уберем все металлическое Что нам останется? Да, останутся датирующие бусы Здорово, но их не очень много Да, останутся предметы из кости Кажется, что у нас там шесть грибней, а в реальности три, потому что большая часть фрагментов относится к одному Чудесная каменная иконка Но большая часть быта от нас уйдет Причем это будут как статусные, классные, с точки зрения среднестатистического человека Предметы типа фрагмента шпоры Так и обычные ключи, иглы, сверла, ножи То есть мы потеряем информацию не только о быте, такой повседневности, но и о ремеслах, о занятиях О социальном уровне и благосостоянии тех людей, которые жили на этой территории Зачем нам это, если мы считаем, что все перемешано? У нас же все перепахано, какая разница, где это все лежит? Давайте посмотрим, все ли пропало, если слой перемешан Это такой, на самом деле, не только миф обымательский, очень долго ценность вот этих перепаховых слоев не понимали и ученые Это как раз возвращает нас к первому докладчику, да, наука не стоит на месте, наука развивается И многое в ней пересматривается, дополняется и появляются новые инструменты извлечения информации из вроде бы старого материала Вот перед вами один и тот же раскоп, но просто на левой половинке представлены материалы, которые существовали в X веке, начале XI века То есть лепная керамика, сделанная без помощи гончарного круга, в Аполии она именно в это время популярна И красным вот тут показаны объекты, которые можно датировать по керамике, находкам и даже радиоуглеродным датам этим временем На правой половинке картинки представлен тот же самый раскоп, но керамика XII века, конца XI, XII и XIII века, круговая керамика И объекты, датированные по вещам керамики и опять же радиоуглерода тоже этого времени Хорошо видно, что картинки разные Причем объяснить это тем, что к плугу, трактору, сахе, неважно чему, что 700 лет перемешивало эти поля Прицепляется, допустим, только лепная керамика и тянется она во все стороны А круговая крепко стоит на своем месте, невозможно Очевидно, что потеряв информацию о глубине, о соотношении в вертикальном пространстве между собой эти находки Продолжают сохранять информацию о своем месте в горизонтальной плоскости, вот в этой горизонтальной проекции И зная точное место находок, даже не копая Мы можем попытаться реконструировать те поселения, те усадьбы, которые остались от наших предков А, собственно, цель науки в том и заключается Чтобы получить новое знание, мы должны реконструировать максимально полно наше прошлое Ну, с поселениями вроде бы понятно, но тут я немножечко, и мы к ним еще вернемся, хочу вернуться назад В чем проблема вот этих разрозненных вещей, которые с абстрактного поля, которые не имеют данных о своей пространственной привязке Непонятно откуда происходит, в лучшем случае там область, а то и даже непонятно, то ли это область Проблема в том, что есть памятники, где поселенческие, например, где мы этот памятник все равно найдем, потому что будет много керамики Но она у нас будет, культура искажена материально этого места А есть памятники, где керамики, например, мало, курганы Вот перед вами в левой части слайда геофизика, наложенная на поле Фотография этого поля была на первых слайдах в моей презентации И хорошо видно, что там нет никаких даже слабых возвышений, намекающих на то, что здесь были когда-то курганы Эти курганы были не только раскопаны Алексеем Сергеевичем Уваровым в XIX веке, но и спаханы Эти курганы суздальские невысокие, они были просто спаханы тем населением, которое жило здесь, да, вот в прошедшие годы И если мы выдернем все вещи из этого поля, во-первых, нам сложно будет найти эти курганы в принципе Даже при помощи современных технологий, во-вторых, мы окончательно потеряем информацию о своем прошлом Но дальше возникает следующий вопрос, популярный вопрос Кому вообще все эти монетки, гвоздики нужны? Это же вообще все такое одинаковое, никакой ценности не представляет Наука разобралась, в учебнике все написала А вот эти два прекрасных предмета я нашел сам, я буду помнить о том, какое у нас замечательное прошлое Почему нам, как ученым, как археологам, важно знать, во-первых, где конкретно найден предмет А во-вторых, почему нам интересны обычные предметы, не меньше, а иногда и больше, чем какие-то уникальные шедевры Давайте посмотрим Во-первых, напоминаю, 400 селищ за 20 лет, раскопать все невозможно и, к счастью, не нужно Но как-то хочется понять все-таки, как это было устроено Как понять, да, вот собрать все по сетке квадратов Археологи тоже люди и тоже затейники Любим мы такие вот методы сбора слегка игровые Когда ты пять минут бегаешь в одном квадрате, переходишь в следующем Зато у тебя хорошая статистика Ты везде был по пять минут, все, что увидел, собрал В результате получаются довольно обширные коллекции И хорошо, вот видно на этих представленных слайдах, что вещи очень одинаковые Ну что у нас, все ножи похожи Даже все вот украшения, вот такие вот плетеные финские украшения, в общем-то однообразны Ну и замки тоже не различаются какими-то там особенными вещами Чем же они нам нужны и важны? Важно понимать, что большая часть материальной культуры человека в любую эпоху весьма однообразна Мастер привык быстро и хорошо делать ножи, допустим, определенной формы Он и будет их делать, да, если спрос изменится или технология поменяется Он перейдет на новую, какое-то время там все будет меняться Но, в общем-то, все останется то же самое И это большое преимущество, вот эти стандартные предметы Они нам нужны для того, чтобы, во-первых, продатировать что-то А, во-вторых, попытаться на основе этих датировок понять, как выглядело то, с чем мы работаем Вот, например, в этой ситуации, напоминаю, здесь, ну, раскоп здесь был Но основная информация происходит как раз из подъемного материала Казалось бы, поселение, материалы с 9-го, 10-го века Есть какие-то вещи, которые, кажется, могут в 11-е уходить Керамика в основном, ну, кроме лепной керамики, есть еще вот круговая Которая, кажется, может быть, и 11-го, но в основном 12-го, 13-го Если все в одном мешочке, разобраться невозможно Если можно разделить на части, а находки чаще-то датируются гораздо уже, чем керамические комплексы, вот именно перемешанные Мы увидим, что есть два поселения Есть поселение 9-го, 10-го века Есть маленькое довольно Есть поселение 12-го, 13-го века Вот эти вот синие пятна, они как раз и отображают распространение этого материала И получается, что, во-первых, мы не порождаем миф, что одно поселение в данном конкретном случае живет 4 века непрерывно на одном поселении А мы видим динамику, вот этот ритм жизни средневековой Руси, который в другом месте нам сложно увидеть Да, письменных источников мало Археология в этом смысле показывает гораздо больше И как конечный результат вот этой первичной части, да, мы можем реконструировать это село Мы можем увидеть, что там около 8 дворов на втором этапе существует При этом это не хаотичная застройка, а вполне упорядоченная Мы можем оценить размеры этих усадеб Мы можем, по сути дела, увидеть то, что от нас, ну, казалось бы, утрачено Мы можем встать на эти мостовые, вернее, проволки, почти как внутри новгородского раскопа Ну, хорошо, с датирующим материалом разобрались Зачем нам все остальное? Зачем там, не знаю, рыболовные крючки? Вот хорошо, видно, что у нас много разных предметов Находится на, в общем, небольшом, например, поселении Зачем нам это? Если мы можем представить себе застройку поселения Если мы можем нарисовать отдельные дворы или усадьбы Мы можем попытаться сравнить жителей этих дворов Вот, например, небольшое поселение Кибал-11 Да, здесь можно выделить одну большую усадьбу Где много находок, да, вот эти цветные точки всех сортов и размеров Это разные функциональные группы предметов И несколько усадеб поменьше Да, мы можем сказать, что вот одна какая-то главная усадьба Где жил, так мы будем пользоваться привычным термином, какой-то феодал Получивший там эту землю, неважно, за службу или в наследство И какие-то зависимые от него люди И тут встает вопрос А вот эти зависимые люди, вот эти смерды, крестьяне, закупы, холопы Они как? Они жили бедно? Или все-таки не очень? Это аграрное население вообще ничего не имело, кроме лошаденки и хлеба? Или все-таки не совсем? Какова была жизнь вот этого основного населения? Давайте посмотрим Зная, опять же, место конкретное каждой находки Мы можем представить себе наборы предметов Использующимися жителями одной такой усадьбы Вот я специально разного цвета рамочки сделала для комплексов находок разных усадеб Да, на самый большой, действительно, у нас самый шикарный набор И самая объемная коллекция Несколько энкалпионов Опять же, кусочек шпоры Шикарная узда, вот такой вот псален с инкрустацией Здесь все это не видно Но после реставрации он проявился Большая серия ключей И не только эти находки, здесь не все вошло Но выясняется, что и на остальных вот этих меньших усадьбах Где количество предметов вроде бы меньше Разнообразие и в этом смысле благосостояние этих людей А имущественный статус археологии, конечно, определяет лучше Чем какие-то социальные реконструкции Они менее надежны у нас Тоже не так-то просто Вот, например, одна из шпор у нас как раз находится на другой маленькой усадьбе Или стремя То есть это, опять же, не тягловый конь, не пахотные А это боевой конь, да, всадники Только всадникам нужны стремена Получается, что из вот таких, казалось бы, малюсеньких предметов Довольно однообразных Мы можем рассмотреть и наполнить деталями наше прошлое Которое в письменной форме до нас не дошло Что говорить об остальных эпохах дописьменных И к чему нас это возвращает? Зная вот такие конкретные детали Из маленьких деталей получается большая история Мы, например, можем посмотреть Отличалась ли, например, городская культура русского средневековья от сельской Вот, пожалуйста, возвращаемся к этой главной усадьбе Здесь хорошо видно несколько зон находок Вот большая зона, в которой разные значки Зона, в которой в основном скобяные изделия, ножи Ну, такой вот хозяйственный какой-то там лом И какая-то пустота Все очень знакомо Вот жилые хоромы, хозяйственная зона и внутренний двор Где мы такое видим? Пожалуйста, мы это видим в Новгороде Вот такая вот графическая реконструкция новгородской усадьбы Где ниже как раз план представлен Это именно то, что сохранилось в хороскопе Где мы видим ровно то же самое Хоромы, хозяйственные территории и внутренний двор То есть из вот таких деталей, которых у нас раньше не было Когда мы работали только с отдельными предметами С нечетким, ну, как работала археология 19 века С нечетким местом Мы не могли сказать Казалось, что в деревне все попроще А в городе все должно быть по развитию, цивилизованию А выясняется, что нет Что это единая культура В которой есть некоторые, конечно, различия Но она цельная На всей территории державы Рюриковичей Это то, что дало нам археология Причем это то, что дала именно ученая археология А не любительская, потому что точно знала, где что было найдено Почему это важно? Всегда такой вопрос любимый, которого мы не вставляли в вопрос Но он очень важный Почему вы решили, вот к археологам Почему вы решили, что было именно так? Потому что мы собрали много информации И раньше все было просто Мы понимали, что что-то где-то есть А на археологии в этом смысле очень позитивистская наука Что-то где-то есть, чего-то где-то не было Может быть, конечно, мы в последующем это что-то найдем Вернувшись к этому участку И тогда мы сможем пересмотреть эту теорию Но мы понимаем, что тут есть, тут нет В какой ситуации мы оказываемся сейчас Мы не всегда уверены А часто теперь вообще не уверены В том, что если мы чего-то не нашли И не находим там в преследующие сезоны Что этого там не было О чем я говорю Вот одно из поселений тоже в Аполлии Тарбаевский археологический комплекс Один из узловых пунктов Вот этого первоначального русского расселения В этом регионе Где тоже при помощи все тех же данных Геофизики, подъемного материала Точной фиксации находок, керамики Можно тоже нарисовать Выделить какое-то количество усадеб С разной полнотой Какие-то будут наполнены находками Какие-то совершенно вроде бы пустые Вот, например, вот это Или вот это Но селище регулярно грабится Количество тычков и закапушек Которые встречаешь каждый раз Каждый сезон, возвращаясь на памятник Просто удручает 70 предметов из какого рода работ Были переданы в Владимирский музей Несколько лет назад Среди этих 70 предметов Например, был серебряник Владимира И вроде как из округи Тарбаева Даже нельзя сказать, что с этого памятника Потому что в округе Тарбаева 9 поселений, даже больше 10 поселений находятся И вот сказать Это редкость Вот у нас за 20 лет в коллекции Больше 14 тысяч предметов Без учета керамики Ни одного серебряника у нас нет Что с этим делать? Получается, что находка классная Интересная Важная А понять, к какой из усадеб она относилась Мы не можем Куда это все движется Как с этим быть? И вот это та новая реальность В которой мы вынуждены жить Хорошо, от вот таких вот процессов полевых И процессов обработки материала Перейдем к следующей группе находок Если бы предметы из земли не достали Они бы сгнили Все исчезло, рассыпалось Я их спас Такое с предметами бывает Что они рассыпаются Вот, например, топор из курганов Шикшова В момент его обнаружения В ходе археологических работ Надо сказать, что он прям сразу был Вот таким монолитом вырезан Вместе с грунтом И в тот же день Можно сказать, практически вертолетом Вернее, на машине Был отправлен в Москву реставратором И только этот факт Такой молниеносной доставки В реставрационную работу Позволил нам получить Такой нетривиальный Удивительный По своей красоте и важности Предмет, как вот топор Со знаками Рюриковича и крестом Который теперь хранится В Государственном историческом музее Если бы этот топор добывался В процессе создания закопушки И металловы искателем Скорее всего, просто мы этот предмет Он бы теряли, он просто рассыпался бы Скорее всего, под лопатой Большая же часть предметов Живет в этих полях Уже многие сотни лет Для них это привычная среда Вот перед вами фотографии предметов В момент их находки Да, археологи, напоминаю, тоже люди А вот мы любим заниматься, например, фотоохотой Видишь что-то, лежащее на поверхности Грех не сфотографировать Вы видите, что вещи в очень стабильном состоянии Как выглядят вещи часто из вот этих самых коллекций Любительских, грабительских, как нам их не назови Это вот те коллекции, которые были давались в институт археологии Правоохранительными органами Я, честно говоря, не думаю, что вот этим предметам Стало сильно лучше После того, как они покинули свою привычную среду обитания То есть надо понимать, что археология Это дорого и долго В том числе потому, что предметы требуют Бережного обращения и большой заботы Еще одна группа вопросов Это, назовем ее так Дети, детекторы, любовь к родной истории Такое утверждение, что я вот детей к этому Я хочу их присоединить, увлечь родной историей Поэтому беру с собой заниматься металлопоиском Вопрос будет такой Есть ли иные способы знакомить детей с родной историей Кроме школьной программы и металлодетектора Первое, что нужно напомнить Как бы мы ни хотели Если мы хотим жить в гражданском обществе Считаем, что наше общество гражданское И мы живем в правовом государстве То нужно помнить, что вообще-то это незаконная деятельность На этом давайте поставим точку И к этой части дискуссии возвращаться не будем А вернемся к тому, где же можно знакомиться с родной историей Это археологические экспедиции Археологические кружки Различного рода археологические экскурсии И вообще-то археологи народ довольно открытый Мы, как сообщество, увлечены просветительством И с удовольствием, я бы сказала, жаждем рассказать о своих достижениях обществу Вот на большем слайде как раз вы видите Одну из таких экскурсий, пришедших к Нахмана Роскоп Которая к археологии не имела никакого отношения Просто рядом с той деревней, где мы С всем памятником, на котором работали В соседней деревне был православный детский лагерь Вот они захотели мы с удовольствием узнать что-то о нашей работе Видите, мы с удовольствием им рассказали И даже несколько дней они у нас поработали Волонтеры любого возраста, включая школьного Вполне частые землекопы и основные местами землекопы в экспедициях Открытые археологические дни, открытые дни археологии Проект Института археологии, который несколько последних лет ведется везде И самое, я бы сказала, интересное, что важное Чтобы понять историю, нужно не просто поднять предмет с поля Восхититься, что вот это сделано древними А нужно уметь вписывать эти предметы в какой-то контекст Нужно уметь задавать предметам вопросы Чтобы услышать их ответы и получить развернутые истории Такое набившее оскомину клеиновское сравнение Археолога с детективом, поставшим на место происшествия Она в этом смысле очень полезна Потому что если мы не можем раскрутить эту историю Если мы не можем задать правильные вопросы То и нового знания, новой любви к истории мы не получим В отличие от грибов, находки не восстанавливаются После того, как мы их изъяли из слоя Поэтому если мы что-то изъяли, оно уже там не существует И тут я хочу обратить ваше внимание Что существуют школьные археологические конференции и олимпиады Подчеркиваю, не для студентов, специалистов А для увлеченных школьников Обычно в этот момент мне говорят Ну конечно, в Москве и в Петербурге, в столицах-то все есть Что делать людям в регионах? Вот я специально посчитала Прошла в апреле-май очередная третья Всероссийская археологическая школьная конференция В этом году она проходила в Санкт-Петербурге Эти конференции проводятся при поддержке ИАРАН и ИМКИ Института истории материальной культуры Санкт-Петербурга Но двигатели этих конференций Это школьные учителя и педагоги внешкольного образования И вот смотрите, из 69 докладов, которые были прочитаны И представлены на этой конференции, очень интересно Это иногда интереснее, чем молодежные конференции молодых ученых Честно вам скажу Московских и петербургских, да, тут совокупно всего 11 Все остальное это регионы И причем это не только крупные населенные пункты Но и села, города Причем они вот в этом году относительно мало Вот в предыдущих там еще были, например, Шуя, Липецк, Кострома, Псков Вот вторая конференция такая вообще, общероссийский форум Шаг в будущее, в общем, Олимпиада, которая позволяет местами поступить без экзаменов Тоже основные наши, у нас работает уже 6 лет секция археологии в рамках этого форума И тоже основные участники это Якутия, Челябинск, представители Республик Кавказа В общем, ни разу не Москва и не Петербург Псковичи еще активно участвуют в Шаге в будущее Это лучший способ познакомиться с археологией и понять, как она работает Стать в некотором смысле осведомленным любителем Что гораздо важнее, чем просто абстрактная любовь к такой вот почти грибной охоте Завершая свой вот этот рассказ, я хочу вас отослать к литературе Археологи много читают Читают они много, потому что без контекста широкого понять свои древности невозможно Всегда нужно знать новое, не забывать про старое Потому что открытий в музеях и публикациях прошлых лет и даже уже столетий Не меньше, чем в современности Работа с находками не заканчивается в момент ее обретения В этот момент она только начинается Потому что начинается осмысление того материала, который мы получили Я специально выбрала те издания, которые есть в оцифрованном виде Чтобы все могли легко с ними познакомиться И, с одной стороны, поподробнее разобраться в методиках, которые применяют современные археологии А, с другой стороны, увидеть, что из этого материала можно получить Причем не только с распахиваемых памятников, но и, например, с размываемых памятников Как монография Сергея Дмитриевича Захарова «Древнерусский город Белоозеро» Посвящена именно таким материалам Первой книжки, представленной в этом списке, пока еще нет Тираж еще до нас не доехал То есть я видела только сигнальный экземпляр этого двухтомника Зато к сентябрю, я думаю, он окончательно появится А нас, надеюсь, будут смотреть не только сейчас в прямом эфире, но и в записи И в этом двухтомнике можно познакомиться с важнейшими результатами работ Суздальской археологической экспедиции Института археологии за последние 20 лет И, может быть, какая-то часть вопросов, связанных просто с нетхваткой информации И недостатком знания, исчезнет Спасибо большое Давайте посмотрим, как зрители проголосовали Мне самому интересно И побеждает, по мнению зрителей, детали конской упряжи Теряли чаще всего А на самом деле... На самом деле из этих категорий самые популярные – это ключи и замки Ничего себе Да, оказывается, что вот этим, подчеркиваю, это сельские территории Оказывается, что им было что хранить и запирать Поскольку запирали, а они замочки в основном небольшие Запирали все, что было в ларях и сундуках А не крупные двери, в первую очередь, именно на замки И больше всего А вот всех вариаций деталей конской упряжи гораздо меньше Мы почему-то думали, например, мы на браслеты думали Да, казалось бы, женщины любят украшаться Да, вот у меня тоже браслетов много И мы тоже, честно говоря, были удивлены такой статистике Но браслетов относительно мало по одной простой причине Если говорить о браслетах металлических То это будут в основном сплавы на основе меди Те же серебро и золото Но в средневековье, на Руси, своих источников этих металлов не было Поэтому они старательно собирали лом флетнометаллический И лом благородных металлов И бесконечно его переплавляли Ну и, конечно, мы не знаем, какой процент бронзовых украшений Был вытащен любителями металлопоиска Что тоже делает эту статистику немножечко такой подвешенной Да, понятно А сейчас приготовьтесь, потому что на связи с нами человек, который копает очень глубоко Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент С нами на связи Михаил Родин Историк, журналист, автор проектов «Родина слонов» и «Прошлое» Михаил? Да, добрый день, слышу прекрасно Здравствуйте, Анастасия Здравствуйте, Александр Итак, 10 минут Спасибо, Анастасия, большое за доклад Но у меня есть такое предупреждение к вам Я, как человек, который давно борется с любителями металлопоиска Уверен, что основная масса комментариев под вашим докладом будет о том, что Я любитель металлопоиска, я никогда не копаю на археологических памятниках Я не копаю глубоко, ну что я там могу достать И вообще эти находки я спас, иначе они бы просто сгнили Потому что мне кажется, что эти люди просто блокируют в своем сознании эту информацию, которую, например, вы сейчас им рассказывали Просто потому что заходите вы вообще с другой стороны Мне кажется, неправильно объяснять этим людям какие-то методики современные, еще что-то Поскольку у них, в принципе, нет доверия к официальной истории, как они ее называют И нужно этим людям объяснить, вот попытайтесь им объяснить, или мне в частности А с чего вообще государство взяло, что у историков, у археологов и вообще у государства должна быть монополия на эти раскопки Потому что если вам позволить копать, и только вам, без всякой конкуренции, без взаимоконтроля Вы можете нарисовать нам любую историю, которую захотите Хорошо, вот тут вот начнем с конца вашего вопроса Без всякого контроля Как говорил Максим в своем предыдущем докладе Контроль внутри сообщества на почве конкуренции велик Поэтому считать, что мы без контроля работаем невозможно Во-первых, во-вторых, бюрократический контроль за археологией ужасно велик Я не знаю человека, поставленного в более жесткие рамки, чем официальный археолог Потому что в отличие от всех любителей чего-либо Мы должны документировать свои работы Во-первых, мы ограничены в пространстве, да, мы работаем Напоминаю, это деятельность лицензируема Мы должны получить открытый лист, разрешение на работу в конкретном месте В конкретный период, под конкретную научную или спасательную задачу Мы прикладываем кучу бумаг, объясняющих, зачем мы делаем то, что мы делаем В том месте, где мы делаем Потом этот отчет еще нужно сдать В отличие от всех тех, кто может ничего не сдавать И, конечно, да, мы маниакально все фиксируем Это такой вот небольшой пунктик археологов Чтобы это все можно было перепроверить Во-первых, возвращаясь к государству и его монополии Как-то так получилось, что люди все равно живут в государствах Все общества, они как-то организованы в государство Ну, пока каких-то там монархических таких вот прорывов Что-то не замечено на территории земного шара И вообще-то это общество делегировало государству Вот необходимость создавать эти музеи Хранить, мучиться, тратить на это большие деньги И важно понимать, что государственный музей Это очень... И государственный архив, куда мы сдаем отчеты Это очень прочная структура Режимы меняются Вот там, не знаю, была Российская империя Потом Советский Союз Теперь Российская Федерация Да, государственный исторический музей Как стоял на Красной площади, так и стоит Коллекции в нем как лежали, так и лежат И мы всегда к этим коллекциям можем вернуться Эти коллекции доступны широкому кругу специалистов И надо сказать, что, например, в историческом музее Есть программа волонтерской помощи Когда волонтеры, зарегистрированные в государственном историческом музее Могут помогать сотрудникам В том числе работать с этими коллекциями Так что монополия государства – вещь весьма относительная Вы же можете как сохранить, так и спрятать Потому что земля, вот, среди любителей, особенно металлопоиска А зачем? Вот, потому что есть задание Вроде бы как от государства Написать какую-то определенную историю И археологи выполняют это задание Земля полнится слухами о том Что во времена Сталина, когда нормандская теория Была непатриотичной Ну, то есть она считалась Прямо-таки брали и закапывали обратно в землю Находки, связанные со скандинавами Если не будет параллельно копать любитель То как мы проверим вообще Были эти находки в природе, существовали или нет Сейчас вот, судя по всему, со славянами Все связанное закапывает Потому что, что не посмотришь Везде у нас скандинавы жили Смотрите, какая странная штука Если допустить, да, мы возвращаемся К вот этим конспирологическим теориям В которых есть такое некое исходное положение Которое невозможно не доказать, не опровергнуть Но это не значит, что нельзя доказать Я проверю и что-то другое Вот эти вот прекрасные скандинавские находки Которые, начиная с 90-х годов Стали вводиться в научный оборот Большая часть этих классических предметов Которые все сразу Вот мы на прошлой неделе В Роскопе Суздале нашли Наконечник И говорят, слушайте, какой классный стиль Бора Мужчина говорит, да ты что, он его просто не рассмотрел Говорит, ну посмотри, точно 10 век Да, действительно Вот эти лучшие находки, на которые мы ориентируемся Это ведь находки, в основном, сделанные в советское время И находки, хранящиеся в тех самых музеях Да, как бы, может, конечно, сколько угодно считать Что мы все закопали, а с чем же мы тогда работаем В том-то все и дело, что Во-первых, ученых сложно призвать К выполнению какой-то четкой задачи Да, вот нам нужно это, а не это Потому что ученые, люди, увлекающиеся И вот этот азарт поиска И получение нового знания, нового открытия Да, он, ну, в общем-то, движет наукой А если ты не можешь потом свое открытие Как бы, подчеркиваю, мы уже второй доклад про это говорим Это проверяемое знание К нему нужно возвратиться Тебя всегда подвергнут сомнению Это бесконечный диалог Если ты не можешь его подтвердить Зачем оно тебе, как ты будешь работать Как ты будешь наслаждаться своим открытием И своей, не знаю, гениальностью, условно говоря Если ты все спрятал, закопал и вообще не задокументировал Хорошо, если тогда нет такой проблемы Что археологи что-то там прячут Что мешает допустить на эту поляну Я имею в виду в широком смысле слова Любители, которые точно так же параллельно будут этим заниматься Параллельно вести свои исследования И у них тогда не будет вопросов к тому, что находят археологи И какие концепции древности они выстраивают Тут можно этот вопрос тоже разбить на несколько составляющих Первое, почему невозможно допустить на поляну На какую поляну? На поляну сбора предметов И раскладывание его по своим кармашкам А где тогда наука? В том числе Что мы будем проверять? Вот тут важна именно возможность возвращения Повторного обращения к этому материалу Если мы говорим, во-первых Во-вторых, очень важно понимать, что То, о чем я уже говорила сегодня Что с находкой, с обретением предмета Наука не кончается, а только начинается И вот эти все последующие процедуры Причем включающие как реставрацию, атрибуцию Вписывание их в контексты Как внутри памятника, так и в более широкий контекст Исторической эпохи Понимание того, как устроено то общество С которым мы работаем Потому что если мы не понимаем Каких-то закономерностей В этом смысле археология почти этнография Просто работает не с живыми наблюдаемыми А с мертвыми Это набор конкретных инструментов, навыков и умений Это в некотором смысле ремесло Ремесло, как у любого другого ученого Мы же почему-то не думаем, что можно запустить Любого любителя в адронный коллайдер И все будет хорошо Почему-то с такими естественными и точными науками Такими привычными и точными естественными науками У нас такой идеи не возникает Важно понимать, что в археологии Вообще-то любителей Именно энтузиастов и волонтеров много Археология на них держится в полевой части Мы копаем в первую очередь за счет этих самых волонтеров Не только и не столько студентов Но первое и главное Эти люди работают в русле того, что той научной задачи Которую им поставил начальник раскопа Или хранитель музея, если это музейные волонтеры И под их присмотром Потому что это защищает от возможных Во-первых, попреждений предметов, например Или неправильно, уничтожения чего-то Потому что сейчас я в основном говорила о предметах Потому что у нас как-то речь шла про металлопоиск Но вообще-то это же целый контекст Это пятна, если нет дерева или камня Это взаимодействие слоев Это все нужно фиксировать И нужно уметь это делать Нужно понимать, где ты что должен, как сделать Если мы контролируем это То у нас есть и документируем У нас есть гарантия Ну такая высокая степень гарантии Того, что мы максимум информации сохранили Если каждый делается сам по себе без присмотра И не владея Не имея этих знаний, не владея методиками То и результат не получается Хорошо, ну вот нашли мы огромное количество находок Да, мы запретили, как мы любим государство Любят запрещать Запретили любителя металлопоиска Находите эти находки Но ведь они потом все пылятся, гниют В музеях, в архивах каких-то В подвалах у археологов И с ними с большей частью никто не работает Ну в том смысле, что мы знаем, что археологи не успевают Копать те памятники, про которые знают любители Археологи не успевают обрабатывать те находки Что толку-то в итоге? Они никому не доступны И мы не можем с ними ничего сделать Значит, с того, что археологи не успевают копать даже те памятники, которые они знают И самое главное, не хотят этого делать в таком объеме Потому что археология – наука разрушающая Это неизбежно Какие бы модные методы мы ни применяли, оно будет так Значит, нам нужно максимально сохранить то, что мы разрушаем Перевести в другой вид Во-первых Во-вторых, с находками работают Если мы не видим все тысячи находок в конкретной музейной витрине Или если они не представлены где-то, то у нас ничего не получается А здесь важна статистика И для этого они нам все находки нужны Спасибо, Михаил Спасибо вам Друзья, оцените, пожалуйста, вредность Михаила Насколько был он вредным? Был ли он добрым другом? Или он был грозным другом? Вот, проголосуйте, пожалуйста А у нас видеовопрос Который прислал наш самый независимый зритель Включите, пожалуйста Столько умных слов А по глазам видно В чем реальная причина Делиться не хотите Любители из-за двух монеток закатать готовы Этак скоро и червей для рыбалки нельзя будет без штрафа накопать А ведь есть британский опыт Там власти выкупают находки у любителей приборного поиска Платят немалые деньги И никто не жалуется Наоборот Спасибо, говорят Ну, насчет спасибо, говорят Это, конечно, преувеличение Но важно понимать, что, во-первых, не только британский опыт существует Но разный европейский опыт Он в разных странах разный Начнем с британского Другое общество Там, как бы, этот самый контроль за местом обнаружения находки И вообще, что нашли, осуществляет, по сути дела, собственник земли Это все по-другому Сама документация находок, первичная, поставлена несколько иначе И этот процесс, ну, это тоже нужно понимать Да, находки поступают в национальные регистры В основном в региональные И вот тут возникает новая трудность С которой как раз, ну, не согласна большая часть общества Причем, на самом деле, не только общество Ну, научное сообщество, да Но и в Англии, и вообще в Британии, и в Ирландии Очень развито то, что они называют communal archaeology Это работа археологов с местными сообществами И вот эти представители местного сообщества Они тоже этим не очень довольны По одной простой причине Коллекции огромные Атрибуции не всегда полноценны И эти коллекции не успевают обрабатывать И получается, что они лежат мертвым грузом Это как раз то, о чем говорил Михаил Как я пытаюсь упрекнуть Пересказывая слова любителей металлопоиска С упреком к отечественным ученым Получается именно то, чего хотелось бы избежать Невозможно ничего толком осмыслить Хотя целое направление археологии Под названием Archaeology of Small Fines Очень в итоге развито Ученым из Британского музея деваться некуда Но через неделю я буду делать доклад На съезде Европейской ассоциации археологов И хотя наша секция посвящена На очень конкретном вопросу функционирования находок На паневропейском пространстве В эпоху Средневековья Из девяти докладов восемь О страданиях ученых и обществ О том, что делать с этим самым приборным металлопоиском Есть опыты Германии и, например, Венгрии Где металлодетекцию пытаются лицензировать И взаимодействовать с конкретными группами В разных количествах И опять же тут включаются некоторые особенности менталитета Немецкие детекторщики готовы идти за археологом В том смысле, что какую задачу поставил На каком памятнике работать велел В том объеме, какой велел Мы и работаем И вот эта жажда поиска Она употребляется этим способом Поэтому, опять же, в разных землях Германии По-разному это все устроено Там вот этот федерализм Он накладывает свои особенности Есть венгерский опыт Где примерно то же самое происходит Но в итоге Через примерно 10 лет сотрудничества С конкретными командами Стало понятно, что основная проблема Та же, что у британских ученых и у нас Не хватает людей Которые будут с этими находками работать дальше И сейчас они тоже стараются Вот этих любителей истории В хорошем смысле любителей истории людей Которым история действительно интересна Попытаться Это тоже Попытаться перенаправить На реставрацию находок На взаимодействие с находками После вот этого извлечения из слоя Потому что если их не обрабатывать Если с этим множеством предметов Вообще ничего не делать То смысла в них не будет Они все просто рассыпятся И утратены будут И опять же, что в Германии Что вот, например, в Венгрии Это история, когда вот эти самые Ну это тоже такое полулицензирование Потому что все эти люди Должны проходить специальное обучение Слушать курсы То есть это как бы такой сложный Общественный процесс и механизм Который вот придуман ими Федор Тодоров, наш зритель Прислал вот такой вопрос Есть ли реконструкции жизни предков В стиле Построили дом Взяли инструментов И месяц пожили, как тогда Есть И тут я вас всех отправлю К шикарному совершенно проекту Павла Сапожникова Один в прошлом Почему? Потому что это видеодневник И к нему всегда можно обратиться Где хорошо показано, как жили Сверху это все построено Как надо И как жил человек В этих предлагаемых обстоятельствах И Павел у нас, кстати, выступал на форуме Несколько лет Это замечательно Это действительно очень классные вещи Тут нужно понимать, что реконструкция Тоже часть археологии Мы взаимодействуем с реконструкторами Потому что многое нужно перепроверять И еще один момент Нам, жителям 21 века Очень многое кажется непонятным и странным Вот нашим, например, моим учителям И археологам 19 века Было гораздо проще Потому что многие реалии Для них были близки Многие процессы не вызывали Технологии не вызывали у них вопросов Отчасти это было минусом Потому что какие-то вещи не обсуждались Выводили за скобки, как очевидные И какие-то процессы не замечали Человек, который привык жить в многоквартирном доме Где мусоровоз каждые полдня вывозит мусор А все стирает в стиральной машине И готовит микроволновку, принесенную из магазина Он видит какие-то другие аспекты Которые побуждают ученых или общество К поиску новых деталей этого прошлого Наши предшественники этого не видели Но зато многое они понимали на интуитивном уровне В этом смысле очень показательные работы Посвященные предметам из Новгорода Вот эти работы 50-х годов Колчинские книжки Потому что все предметы Определены почти все Причем очень многим находится название Тут любимая история Где-нибудь в Новгороде ребенок подходит, который копает И говорит, а это что такое нашли? Ты там разусно им говоришь, это чекмарь Очень ребенку стало понятно, что это такое Тебе приходится объяснять, что это такая специальная дубина Для забивания свай А людям 20 века это все было понятно просто потому, что это была их привычная реальность Так, давайте перейдем к вопросам из зала Я только прошу вас отвечать лаконично, потому что вопросов много Времени осталось мало Давайте вот туда дадим микрофон Представляйтесь, пожалуйста Спасибо большое Меня зовут Григорий, город Москва Помимо прочего, я являюсь учителем истории в московской школе Меня очень заинтересовал момент про археологические экспедиции для детей И вопрос такого практического характера Можете ли посоветовать какие-то конкретные организации, контакты Может быть чаты, социальные группы Кому можно обратиться, чтобы в таких археологических экспедициях поучаствовать? Ну вот именно потому, что вы учитель, я вас отправлю на страницу ВКонтакте Вот это посвященное вот этим самым всероссийским школьным конференциям Потому что там очень живое сообщество людей, в том числе занимающихся привозом детей в экспедиции И они с удовольствием отвечают и обсуждают и как бы ратуют за то, чтобы ширилось движение вот этой вот школьной археологии Вячеслав Антонов из Петербурга спрашивает Если случайный человек находит что-то весьма ценное для археологической науки И сообщает об этом ученым, не нарушая при этом контекст находки Делают ли его официальным соавтором соответствующее открытие? Может ли это стать поощрением для отказа от варварского стиля черного копания? Я бы не сказала, что делают соавтором, но вообще-то всегда благодарят в статьях Потому что все-таки обнаружение и осмысление – это немножко разные вещи Но вот благодарность не знает границ и всегда отдельные строчки прописываются Вот туда дайте, пожалуйста, микрофон Да, огонек там я вижу, горящий Здравствуйте, Артем, город Владимир А у меня вот такой вопрос Вы говорили, что не сохраняется на земле-ополе деревянная конструкция Из-за того, что почва не позволяет Если мы не имеем следов вот этих деревянных сооружений И имеем только предметы быта, обихода Как мы можем сделать выводы о количестве населения из этих находок? Мы можем понять… Предметы не выпадают просто так И эти закономерности хорошо изучены не только на памятниках Но и на хорошо раскопанных памятниках, и в Новгороде, где дерево сохраняется Где предметы лежат, выпадают в слой, а где не выпадают Основываясь на этих закономерностях, мы можем, собственно, реконструировать систему застройки А, соответственно, высчитывать примерное население Так, вопрос задает из Москвы Наш зритель Как метеориты искать любителям космоса, чтобы ничего не нарушить? И что делать при обнаружении потенциально археологического артефакта? Не знаю, как искать метеориты, не задумывалась Что делать при потенциальном обнаружении артефакта? Во-первых, сначала понять, надо ли его обнаруживать Во-вторых, если вы решили, что он очень ценный, то нести его в музей Есть шанс, что он там будет востребован А в-третьих, вам ничто не мешает его сфотографировать и положить на место Если вы считаете, что он недостаточно ценен для музея А может лучше не вытаскивать вообще? Ну, если, допустим, он лежит на поверхности Мы исходим из того, что человек все-таки вот шел и что-то нашел Иногда лучше оставлять все на своих местах Так, давайте дадим, вот там рукой размахивает Здравствуйте, меня зовут Катя, я из Москвы Спасибо вам большое за доклад Допустим, мы теперь знаем, чего делать не надо А что делать нужно? Вот, например, я очень честный человек И я гуляю по полю Еду на своем тракторе по полю своему И я что-то нашла классное Мне что нужно делать? Мне нужно обращаться куда-то, куда именно? Или лучше сделать вид, что ничего не было И вы сами придете и когда-нибудь найдете Все зависит от ситуации Если в вашем регионе работают археологи Вот, например, как у нас в Лаполье То лучший способ до них дойти и сказать У меня тут это, даже не обращаясь в музей Просто потому что они тут рядом, они могут зафиксировать Если таких нет, то ситуация усложняется Проще начинать с музея и органы охраны А дальше как пойдет Все очень, ну, как бы, это ситуации У нас страна большая, все по-разному К сожалению, невозможно прописать единый рецепт Вопрос от Филимонова и Светланы из Петербурга Расскажите, какова участь найденных останков людей? Перезахоранивают ли их? Или они становятся достоянием музеев и лабораторий? Между прочим, очень частые комментарии Что же вы делаете? Вот варвары, человека похоронили А вы на посмешище его вытащили Ну, вы вытащили не на посмешище Это главное Да, мы Современный подход к работе с останками Состоит в том, что сначала мы их извлекаем Отдаем в лабораторию, чтобы максимально полно Извлечь из них информацию А потом перезахоранивать Спасибо Вот там я вижу созвездие Целое Огоньков Меня Александр зовут, здравствуй Я из такого места, где очень много людей Занимаются Раскопками Ну, самостоятельно И У меня есть знакомый, который берет Ну, дедушка прям очень старенький Он берет карты трехсотлетней давности Накладывает на навигатор Вот Там Яндекс-карты, Гугл-карты И смотрит места, где были раньше деревни Продвинутый дедушка Туда идет Да Туда идет копать Но Соответственно, очень много разных вещей находит Я эти вещи видел И Вопрос такой Да, есть черные копатели Но вот как Место, где копают Сделать актуальным для раскопок официальных археологов? Ну, вот смотрите, какая история Здесь смешиваются три понятия Одновременно Да, в общем-то, теплое с мягким не надо смешивать Тогда жизнь упрощается Археология есть везде Люди жили везде Да, вот мы Мест таких, где археологии нет Крайне мало Потому что Мы живем в хорошо освоенном пространстве И лучшее, что можно сделать Не копать Это не грибы Они не восстановятся Да, вот Как бы Если мы все извлекли, то ничего нет И археологи сдерживают в том числе себя И копают не везде И, собственно, главное, что нужно понять Что археология на современном этапе Старается не копать без необходимости Что я имею в виду под необходимостью? Это либо Какие-то застройки Потому что мы не можем остановить Жизнь современного человека ради древних Но нужно понимать Что это желательно тоже уменьшать Либо, если есть четкая научная задача Если археологи поймут, что Это не 105-е еще одно такое поселение 300-летней давности Которые, они все интересные Мы таких уже пять раскопали А это что-то новое, уникальное Они придут и с удовольствием поучаствуют Но сохранение важнее изучения каждого памятника Это еще одна из проблем О которых мы сегодня не говорили Я говорила, что в Германии люди сознательные Они готовы идти за исследователями Помогать им А в нашей стране почему-то в основном Все носятся со своей любимой находкой Я нашел и моя самая главная И вот в такой ситуации трудно взаимодействовать Вопрос от Дениса из Нового Уренгоя Какая находка, найденная на поверхности Оказалась сенсацией? Я бы сказала, что все наши вот эти тысячи находки И оказались сенсацией Потому что никто до этого не мог себе представить В учебниках до сих пор пишут, что в глухие Залезские леса от печенегов и половцев И прочих людей бежали русские люди А выясняется, что они ни в какие леса не бежали А жили здесь широко, плотно, уверенно в себе В этом и состоит главное наше открытие Так, давайте какой-нибудь короткий только вопрос Вот оттуда Здравствуйте, Нурлан, Казахстан Каким образом происходит разделение на дворы? И как определить, упорядочены ли они находятся? Потому что здесь комплекс из предметов Керамики, еще и геофизики И есть пустоты, они выстраиваются линейно А есть аномалии и скопления, которые группируются И тоже показывают эти формы И вот эти пространства между дворами Они не очень широкие, они остаются Вот примерно так на соединении разных данных И верифицируемых в том числе раскопками И получаются вот такие реконструкции Так, вам предстоит решить Кому достанется книга «Сожжение книг. История умышленного уничтожения знаний» Издательство Питер За лучший вопрос Я могу напомнить, какие были, например Или у вас уже есть? Мой любимый вопрос про один в прошлом, могу сказать честно Итак, Федор Тодоров получает замечательную книгу Про сожжение книг Не делайте так, друзья Анастасия от нас получает подарки В том числе пингвинопитека, археолога Может он поможет вам на раскопках Спасибо Вот Значит, давайте-ка посмотрим результаты оценки Михаила Родина Итак, мастер каверзных вопросов Это действительно про него Миша, да, он такой Значит, давайте посмотрим теперь на скетч нашей художницы Юлии Родиной Вот так вот Это время называется «Голоцен» И мне кажется, что мы уже довольно много знаем То есть ведьм жгли, углерод выбрасывался в атмосферу И все-таки можно ли как-то приблизить глобальное похолодание И как это сделать? У вас появились вопросы Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом постскрипту Докладчик будет отвечать на ваши вопросы В прямом эфире на канале Лаборатория Научных Видео Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин